Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Книга Ниеми, 9 глава, 28 стих. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло перед лицом Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно. Это Ниеми говорит после возвращения из плена. Мы согрешали, Бог наказывал. Это образ, как родители должны воспитывать своих детей. Если не наказывают его, ну это может быть сто лет чудо какое-то было, избрание, и тут уже... Но если он нарушает, и родителей наказывают, злотовец говорит, эти родители хуже убийц. Убийцы убивают только тело. А это бессмертная душа гибнет. И вот они вернулись из плена, и теперь заново все пересматривают. Слово синагога не было у евреев известно. Синагога это школа. Школа для взрослых и для детей. Там в плену они тщательно разбирали. Все остальное отошло. Осталось одно. Жажда каким-то образом сохранить веру. Книги прятали. Вот как при советской власти было. Иконы все изымали, во дворы вынесели, сжигали, все это снимали. Сегодня показывают, как это было. Как трудно плену устоять. Почему святые говорили, не война самая страшная, самая страшная плен. Кто ведет плен, тот сам туда пойдет. И вот два человека, которые поставили невыполнимую задачу, Инееме и Ездра. Восстановить не только город, страну, но народ поднять, чтобы люди вспомнили, что с их предками был запрещен союз. Сегодня недовольны. Вот вы верите Богу еврейскому. Это родноверие везде говорят. Да, верим, но это не Бог еврейский, Бог всего мира. Как? По тем временам, если сегодня брать, было 2896 национальностей, языков. 2896. Как жили, были и хорошие, были и плохие люди, но Бог избирает сам. И избирает первого рама. Бытие, 12 глава, 3 стих. И сразу заключает союз с ним, как обрезание. Ну какой же это союз? Никто еще не знал, что это означает оставление греха. Обрезание образно покажет, там только с мальчиками, а уже в Новом Завете и девочки попадают. Как? Обрезано обрезанием нюкотворенным, с совлечением греховного тела плоти, будущей крещены. 2.11. То было прообразом. И здесь обещание Богу доброй совести служить, прежним я уже быть не могу. А тут так, человек принял крещение, вышел, он ничего не изменяется, это все пустое. Крещение это рождение свыше завершающей ступени. И вот, выводя, когда нас на это человека не емли, мы сразу вспоминаем Ездору. В Библии много хороших персонажей, с которых нужно брать пример. Но вот есть один, у которого не было ни одного плохого дела. Вот Давид такой хороший, сколько там жил его? 5-10, до конца я не знаю. Залез на крышу, видит, купается в соседнем. Кто такая? Ну, ну такая же самая. Привезти ко мне. Это Давид, целом мы считаем. И чем кончилось? А муж где? На фронте, он полковник, главная гвардия, он защищает царский дом. Он ее взял. Проходит время, она говорит, грех растет. То есть видно, что беременная. Он умный человек. Что делать? Надо, чтобы муж не узнал. Вызывает его, дает ему отпуск. Напоить его вину. Вы знаете, какая история была. Домой день идет. Как я пойду, когда вся страна воюет, мы защищаем царя. Это даже не еврей был. И чем это все закончилось? За ездрой ни одного, нету злого дела, никакого. И он в плену сохраняет книги. Ветхий Завет, это им составлено, как сумел. Мне многое понятно, как человек поступает, может быть, и мы бы так делали. Но как найти книги, которые прячут? И ни одну, ни две, это Ветхий Завет. А Ветхий Завет, ведь это много книг. И он ее выносит, эту Библию. Далее. В близких отношениях они с Емьем, с ездическим царем принявшим, сумели так сделать, что царь расположился, чтобы отпустить. И вот они будут говорить потом то, что нам уже сказано будет. Молитесь непрестанно. А разве можно непрестанно? Ну, бывает, спать ложишься. Непрестанно написано 1 Фасиликистом 5.17. Что значит? Ты с этим ложишься, назначаешь время и говоришь, Господи, если угодно тебе, подними меня среди ночи. Вот кто испытал, а тот знает. Сначала страшно, а потом уже привыкаешь к этому. Шепотом бывает, шепот слышит. Вот мне это все сестра рассказывала одна. Аня, вставай. И однажды было холодно, и я не встала. Только что мужа сработает, встретила там уже 3 часа ночи, и больше у меня никогда этого не было. Теперь я плачу, молюсь, спрошу ангела, вернуться уже нет. Я говорю тем, кто знает, а кому это все равно, забастись. Я лично знаю этих людей. И вот здесь говорится, когда они из плена пришли, они провели полную ревизию. Мы виновны в этом были. Виновны. Ниемя на самой ответственной должности был. Подает царю вину. А через вину можно лекотравить, царя. То есть эти были люди исключительно доверенные. И вот однажды, это вторая главная начинается, царь смотрит, у тебя что-то лицо такое больное, ты нет, не больной. Вот у Сталина было, если посмотрел, у тебя что-то глаза бегают, все, вся природа исчезает. Гулаг. А здесь, я, говорит, испугался. Помолился. Ну и молился он ни рукой, ни как. Внутри. Господь, сколько я взывал, к тебе наступил момент. Яви себя. Я сказал, горе-то какое. Нас пленили, мы домой не можем вернуться. Там посторонние живут. Города нету, храм разрушенный. Враги лютуют. Нас все презирают. Вас Бог предал. Родину потеряли. Как бы нам туда вернуться? И вот Господь поворачивает сердце царя, которого никакого отношения к их Богу не имеет. И он отпускает. Он взял все, сосуды какие-то туда утащили, и дает охрану. Он говорит, охрану не надо, это будет стыдно. Мы верующие. Ну зачем мне охрана? Ну патриарха, пусть там 40 человек. Это мы даже не знаем, сколько. У американского президента непосредственно занятой охраной 1500 человек. 1500. Ведь это всем платить надо. И все на хорошей должности находятся. У нас есть, у президента 750 было предыдущим. И они отказались. Что люди о нас подумают? Надо об этом тоже думать. Мы сейчас поговорим о том, что нужно молиться непрестанно. Слово непрестанно и многократно, это синонима. Многократно оно сходится с этим. Сколько раз молятся? Вот у нас интернет-дружба есть. Не общество, общество такое. Каждые два часа, через два часа раздаются сигналы, вызывают молитву. Десять-двенадцать минут. Все, два часа проходит, опять люди этим руководят. И люди из разных стран. До того это интересно. Было шесть человек, сегодня около двухсот. Люди разные-разные, но здесь как раз... А я на работе. Ну, во время мысленно помолись. Как этот стоял, я мысленно помолился. Мысленно. Хотя слово там и не мелькает это. И тогда все, что он молился, все эти годы был в плену, ответ пришел от Бога. Если кто знает, имейте живую связь с Богом. Ну, некоторые, как живую? Ну, я хожу, молюсь. Это хорошо. Но так, что ты молился, и Бог тебе ответил. Ангела дал тебе, ты веришь, нет? А как? Вот мне надо отдохнуть. Я в два часа ночью встаю обычно, почту разбираю. В 4.40 все, а в 5 у нас начинается утренняя молитва. Я хотел сказать, чтобы вы знали. В 5 часов, чтобы вы, если кто пожелает, мы дадим данные, вас примут, и утренняя молитва у нас занимает 30 минут, 10 минут чтения Слова Божия. Столкование. Первый, пока о том идем. Вот. А уже днем, там где-то 10-12 минут, так примерно. Вот услышали. Кто-то пожелает, а кто-то скажет, я уставший с работы. Ну, на одну минуту встань. То есть все-таки ты там был. Вот если иду сегодня, смотрю, из некоторых домов ни одного нету, а это уже плохо. Причина одна, уехали, это один вопрос. Другой, никто не пришел из этого дома. Это ужасно. И ангел дважды проклинает этих людей. Проклините, проклините мир роз. Война идет, и ни один не вышел. Вот когда один раз это поймешь, на четвереньках ползти будешь. Господи, я ищу благословения. И вот об этом мы сегодня немного поговорим. те места, которые нужны. Я 27 свидетелей взял, здесь они, больше, чем у нас в храме здесь сегодня. И вы почувствуете этих людей, как они рядом. Ну, люди просят опыт. Ну, а как это конкретно? Ну, днем я, никогда не ложиться. На столе откинусь под голову. Это обыкновенная сумка, которая, ну, вдвое она себе получается, под голову. Ангел, разбуди меня, ровно через 15 минут вас взяли головой стук. А то надо просто все время радоваться. Господь отвечает, почему на молитву, не на плохое. А сатана может поделать. Нет, тут его нету. Тут благословение и радость. А сатана напугает. Я просто делюсь опытом, что Господь позволил это видеть. Мы разговариваем о тебе как, о тебе как. Чем мы обязаны Господу искуплением? То, что Он нас сотворил, влечет с собой. И это непрестанно, ежедневно мы это видим. И те, кто называется служителем Бога, священник, дьякан и выше, они должны особенно об этом ревновать. Мы сейчас все это посмотрим. Выпросить у Бога один дар, который считается унизительным. Слезы. Апостол Павел говорит, а со слезами неустанно три с половиной года молился. И дальше он неоднократно будет поминать, где бы он ни был, создающего, то плакса какой, мужчина, крепкие, слезы. Выпроси у Бога. А как я буду молиться, слезы, когда я молодой, 24 года, я во флоте, стопроцентное здоровье, а я знаю, надо, а нет этого. И Господь сводит братьев, трудно было достать Библию. И кому они достали, вот такая же была Библия 36-го года, кажется, издания. А он не приехал. Между собой они поговорили, а 4 месяца уже полных как-то впервые Библию увидел. 63-й год, январь месяц. И тогда один говорит, давайте вот этому молодому братику подарим Библию. у меня никого верующих в семье нету. Я не могу ничего сказать, я не мог даже в руки взять ее. Я сразу вышел в коридорчик, приходил одежду вести, я в нее воткнулся, и пока они беседовали, там обедали, я все стоял и плакал, и плакал, я не могу остановиться. То есть Господь ответил, но ответил так, что по сегодняшний день это есть. А другой не понимает, ну он услышал, может поревновать. понимаете, вот надо же знать это. Вот два лежат больных, ну монахи, заняты какими-то делами, сегодня не пришли, завтра, ну убирать надо из-под них, кто нет. И вот один лежит и говорит, эх, если бы я был здоровый, я бы за тобой ухаживал, знаешь как, а это Пимен многоболезненный, Киево-Пещерская лавра. Он помолился, говорит, брат, вставай, да я парализованный, вставай, Бог уже в тебя излечит. Он пошевлил ногами, кашелью, вставай, как он ухаживал за ним, день, два, потом, тише, а потом совсем не пришел. Он, еще не говорит, он пришел, принесли его, рядом положили, ну что, ничего нет, уже на носилках его принесли, положили, где лежал рядом. Все, что упрашивать, когда ты не оценил это. Это помните, какие болезни у нас были. Но все равно какое-то мыслишко это свое раскидываем, вот если бы я был сейчас здоров, да я был бы с ними, так вот еще не здоров. Ты просто все это применять, только бы прежде не повторилось. Это вопрос очень серьезный. Считаем Псалом 50, 4 стих. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Это молитва, 50-й Псалом. Это самый популярный Псалом во всем мире. Ни книги, ни литургия, а именно 50-й. Его и дома читают, и утром, и все время 50-й. Помилуй меня Божие. Многократно омой меня. Почему? Вроде бы все так, а душа уже говорит не так. Опять подумал, не так посмотрел. Бог в ангелах усматривает по грешности. Что говорить грешному человеку? И поэтому Давид молится и многократно омой меня. Да, многократно причащаемся, многократно исповедуемся, здесь батюшка принимает. Но если даже поменьшать ей, то не один раз можно, три раза. Только поменьшали, и тут несчастный случай. Она погибает. Разрешается второй раз поменьшать, по закону, верующий взял. Ну, поменьшать, да, но священник на этой свадьбе так сказать, берещание, не может быть, канон. Их только поменьшали, и обоих на два года отпущают от церкви. Канон? А почему? Что другие они? А третий? И третий раз разрешается. Вот только на пять это отлучит. Четвертого брака уже нет. Это таинство. Мы исповедуемся многократно. О крещении, даже в символе вере говорится, веру и воедино крещение. Оно не повторяется. И особенно дьявол ополчился на это. Его не повторяют. Сделаем, чтобы не было там вот это, что сейчас где война идет? Меня спрашивают. Я говорю, это возмездие от Бога. Есть такой страшный стих один. Иеремия 48, 10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Мы можем сомневаться, дело Господне. Да все дело Господне. Родила, дело Господне. Ребенка учишь, Господне. Там копаешься по огороду, ну Бог дал, жить надо. А Господне? А может быть и Господне? А вот уж священнику, когда он в храме, все делать явно тут только Господне. Что делали с крещением? Католики. Самая многочисленная вера в крестьянстве. Крещения вообще нет. Покропил, водой, одевшие стоят. Никто. Православные, которые на Украине, они все это переняли, униаты называются. Это сказать нельзя. Я никогда не видел этого. Сегодня показывает, как будто бы это цирк какой-то идет. Все считают молитвой, священник, вризе. Ребенка поднимают, в воздухе переворачивают и вниз головой. Он до сих пор в воздух, потом поднимают, ногами обмакнул, пятки только один, все крещеные. Это все-то надо придумать. Другой держит вот так, патриарх держит, патриарх сегодняшний, Кирилл, держит ребенка одетого. А тут митрополиты стоят. А тут, как вот цистомес раньше был, так такое, как щаша. Вот так ребенка держит, и ладошка ему поднула. Слово крещение переводится в погружение. Кто знает немецкий язык? Таукман. По гречески, кто баптизен. Погружение. Нет погружения никакого. Человек не крещен и обманутый. Ну, как же так? Войны, если несколько, лукаврач канонизируют, но он никого не признавал. Едут на Афон, это центр православия, который приезжает. Вас не погружали? Нет, идут моря рядом к кресту. Это же, ну, явно. Ну что, второй раз? Да, первый раз и не было. Было обман. Обман. В темноте тебе вместо денег дали какие-то бумажки, а теперь при свете и ты увидел, что еще один. Это образец. Итак, многократно омой меня, омой слезами, омой покаянием. Господи, будь милостив ко мне грешен. Псалом 77, 38. Давид неоднократно обращается к такой молитве. Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Это о Боге говорится и о ярости. А как? Очень просто. Ко Христу пристают, он неправильно, это не местия. Субботний день слепого. А Господь им простой вопрос задал. Как вы думаете, в субботу делать добро или зло? Ну, тут ясно делали. И они молчали. И он возрел с гневом на их, своих родных евреев, скорбя о божество истощении сердца. Ну, даже они враги, даже не такие, ну, зло или добро, тут никакое вере это не говорится. И они молчали. Если добро, значит, поклоняйтесь. Если зло, какое отношение к вере вы имеете? Вопрос-то решается в одну минуту. И так нам говорит Господь, идти в храм, добро или зло? Простить, добро или зло? То есть это мы вопрос за вопросом будем ставить. А ведь этим страдает мир. Не просто мирские люди, верующие, ходящие в храм. Еще прочитаем. Марка 9,22. Слово многократное, постоянно, непрерывное. Это все об одном. И многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но, если что можешь, жалься над нами, и помоги нам. Дьявол, он как обезьяна, говорит, в зеркале, другое изображение дает. Христос многократно, и он многократно нападает на человека. Уже не изнемогает, уже умирает человек, все равно будет стоять на своем. Ну грех же, грех это. А нет. Ну ты же знаешь прекрасно, что оно незаконно у тебя, и дальше перечисляют где. Это же и тебя святых об этом говорят. Это не сегодня, что только было, от самого начала. Ну ты понимаешь, что золотые уста против него поднялись свои епископы, которых он полагал. Не один епископ, а сорок семь. Вместе с царицей объединились. Приехал Феофил, Александрийский патриарх, свергнуть его. Он не проповедует, а только ругается. Это златоуст. Что же удивляться, если другие будут так же говорить. И вот этого у Феофила племянник, Кирилл Александрийский. Когда уже златоусты канонизируют, в диптихе записали, а он ни в какую. Дядя у него главный гонитель, восторженствовал, царица нагрузила, там корабль домой везет. И он тоже, а Александрийский, Кирилл, канонизированный теперь. И тогда уже, как говорит, житие святых, Божья Матерь явилась и ему сказала, делай, как сказано. Насколько это достоверно, проверить никак нельзя. Но житие святых это сохранило. То есть не надо смотреть, родственник тебе это или кто-то. Правда. Господь есть путь истинной жизни. А это человек, который настоящий проповедник, он такой сильный за дядю. А дядя ничего не додумался, а кто златоустов подержит? А там такие большие, вот такие, под метр 90, по два метра. Братья, три брата и долгие называли. Братья долгие. И он тогда посылает, нанимает в войсках, поят их и посылает пройти по монастырям, по всем, по пустыням, найти их. А их нету, они уже убежали. А войны пьяные, так есть или нет, нету. Сколько монахов? 15 человек. Зарезать всех. Почти 10 тысяч зарезали. И это по указке патриарха. Его даже никак не от мужчины, ни от церкви, ничего. Когда вот это знакомишься, в ужас приходишь. Это наша вера православная такая. Это не наша вера. Наша вера прощения. И Златоуста, что свергли, отправили в ссылку, веревкой за шею, не дойдя даже до места ссылки он погибает, умирает. А потом, кто с Алисой, которая гнала и в Доксе, ее гроб будет 32 года, 30-ти сикрышка слетает. И только уже там, кто он, Феодосий Младший, когда мощь не переносили, и Златоуста встречал с надписью «Прости, что моя бабушка вот так делала». И Златоуст будто бы, когда без немощи, он поднял руку и взял этот свиток прощения. Так же было, когда по указанию Ивана Грозного малюта задушил митрополита Филиппа Колычева. Точно так же, Алексей, когда воцарился молодой, надо просить прощения у мертвых. У мертвых. И точно так же просили «Прости лютость моего деда». И Господь являл свое чудо. Итак, пока мы живы, будем у Бога просить умягчения сердец наших родных, близких. Ну, мы считаем, что так было всегда, друг другу помогали. Дальше считаем. Римлян в 1.13. Притом, это непрестанно делать. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Зачего? Рим – это господствующий город. В то время был. И он пишет послание, многократно хотел, не пристанно. Желание было приехать, сегодня, завтра некогда, а желание свое переносить. Все меняется, желание не меняется. Я хотел с вами поделиться, как много мне Бог открыл. Это Павел говорит. И в конце концов, Господь его приводит туда. Если мы видим доброе дело, и сегодня у тебя не получается, это ничего не значит. Господь нас испытывает, вырабатывает доброе качество, чтобы мы помнили это. Непрестанно ты желал пойти туда засвидетельствовать. Свидетельство. Он не для того, чтобы приехать, просто повеселились, песни пропеть. Он свидетельствовал до утра. Помните, и в тихий там один звал, с окна вывалился. Второе, Зимофею 1.16. Все мы не прочитаем, но несколько мест писания еще прочитаем. Да даст Господь милость дому Анисофору за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Вузы. Иногда так. А тебя арестовали? Мне часто говорят, тебя за дело арестовали? Это не за Божье. А даже те, которые уже знают, что не так это. Я тогда выставляю приговор. Приговор у меня на руках. Я реабилитирован 4 января 92 года. Я представил это на рассмотрение в интернете. 22 материала у меня, за которые они меня судили. 22. Это книги отца Дмитрия Дудкова, Яна Николаевича Пестия, Рогозина. Чисто религиозная. Да, у меня есть материалы о том, как расстреливали за патриарха Тихона. Так церковь об этом говорит. Но говорить в то время, когда была другая власть, это не в похвалу было. А сегодня это злоупотребление называют. За мной ничего нет этого. И даже на это нападают. А его за это, за политическое. Ну, политическое, это за расстрелянных материал я опубликовал, да. Да, когда церковь отказывалась от них. Это слава церкви, которые пострадали. И поэтому забывать об этом никак нельзя. Вот я знаю, у меня близкие даже есть люди. У вас тут же есть один житель из них. У них дедушка, один, другой были взяты, расстреляны, священниками были. Евреям 6-7. Послание апостола Павла. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и прозрачающая злак, полезный тем, для которых его сделаются, получают благословение от Бога. Мы получаем благодать от Бога. Не едино, а многократно. Вот для чего нужно молиться? Не пристанно молитесь? Я уже говорил об этом. Без Бога не до порога. Кто-то приехал, чему-то удивляется. Не все у нас как надо. Мы молимся. И Господь усмотрит, что даже неладное что-то Бог сделает как ладное. Да они такие простые, работают, работают, за бесценок отдают. Я даже слышал и считал про это. Они не наступают, как говорят, на горло. Тем более это будет потом прославлено. Человек не останавливает свое дело и продолжает делать. Непрестанно молитесь. Вернемся в Ветхий Завет. Левитам 6-13. Атанас касается. Горят свечи. А зачем они? Не для света. 6-13. Огонь непрестанно, пусть горит на жертвеннике и не угасает. Непрестанно. Это оттуда мы взяли. Почему у нас такое обычное? Те, которые не имеют, они там церковь сейчас зеленая, там синяя. Это нечисто и нечистому. У нас чисто восковые свечи. А то, батюшка, вот такие большие круги привозят, там не поднимешь. Спасите. Но наши сестры чистые, они льют это дальше. Второзаконие 11-12. Земля, которой Господь, Бог твой печется. Отче Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года. Вот надо все помнить это. Как это? Ты сажайте. Это все в огороде. Земля одна, вода одна, солнце одно. А зернышко зависит. Сладко это будет или горький перец вырастет. Как это все? И ты все время, когда делаешь что-то, прославляй Бога. Притом непрестанно. Как это зимой? Столько снега убирают, убирают в дух. Тихо. Неделя проходит, ничего нет. Как это? Куда делается? И притом этот снег пришел к нам где-то от Ледовитого океана. Вот что удивительно. Ведь речь идет о миллионах тонн воды, которая сверху. И Господь как через ситечки сеет, польет. И ты все время только славь и славь Господи. Ну, посадил, ну, бросил зерно, ну, засохло, ну, ничего же не будет. И помрем все. И вдруг какие-то туши. Тут, говорит, непрестанно. Даже когда уже все, уберешь урожай, мы помним, кто у нас занят этим. Мы там отдельно молимся. У меня по категориям один от пьянки не отстает. Другие там вузах сидят где-то. Третьи изгнали их из страны. Мы по группам молимся. И есть люди, которые занимаются сельским хозяйством. У нас таких немного. Даже вот сосед наш, где-то мы его тоже в молитве всегда помним. Сколько он нам помогает, чтобы поминаем его и жену, чтобы Господь обратил. Кто когда помог, никогда не забывай. Господь через это может привлечь его покаяние перед ним. первое. Первое паррорапоменон 16.11. Паррорапоменон это означает добавочное. к 4 книгам царств 16-11 защите Господа и силы Его ищите непрестанно лица Его я к этому слову то есть Господа искать, где надо непрестанно искать Господа я вот на молитву становлюсь такой холодной лишь бы я знаю надо, ну и все не пройдет так такая молитва златоузга до потолка не достигает ты проси жаркой молитвы об этом говорит пророк Еремея он обличал царя обличал тогдашнюю партию смерть грозит я пытался но внутри меня был как бы огонь разъедет в костях моих вот весь фильм Еремея, посмотрите его убивают буквально все это дошло до царя который будет с ними воевать все погибет, а ему сказали, пусть идет куда хочет если вы будете вот говорят небезразличны к тому, что сейчас происходит вот меня спрашивают, а за кого молитесь вот сейчас эта военная операция ни за кого очень страшно меч Господень проклятый удержит от крови они развращали Россию все секты оттуда ползли я в интернете уже несколько раз выступил это действительно так если это поняли там мои, твои нет у Бога все вымерено и это меч Господень да когда нас нападала там другая сторона меч Господень было раскулачивание священство уничтожали все было это Бог наказал тех и других и оба эти партии все исчезли из-за рубежа здесь их нету Бог без наказания не оставляет человека и сегодня написано проклятый кто меч Господень удержит от крови то есть наказание и ты будешь молиться Господи и там пощади этого нельзя делать а как Господи да будет воля Твоя мы не знаем мы скорбим об убиваемых на той и другой стороне речь идет о тысячах погубленных что делать мы ничего не можем сказать Господи да будет воля Твоя никогда когда Бог делает дай победу какую-то земное отечество это самая опасная петля люди даже не помнят что они делают вот наше отечество мы теперь за него это все временное видимое глазами это временное а не видимое вечное те и другие могут казаться в районе до конца враждовали будет надо быть очень внимательным к этому салон 34-27 повторяю 27 мест я сейчас просто прочитаю какие места чтобы когда будете считать и вы вспомнили что я прошу вы будете делать как угодно но я уже не виновен это меч Господня что сейчас из страны в которой мы живем этот меч просерся на другую так вы за сохрани Бог как можно когда погибают и дети попадают прямо в церковь и показывают церкви мертвые лежат может быть о фейке как называют обман не знаю мы радоваться этому не можем у Бога все выберено не у нас и мы молимся да будет воля Твоя нас пока не трогают здесь но согласно древних которые местные пророчества были рядом соседи наши дойдут до Бийска до реки Бия-Катуй насколько застоверно помню еще дедушка считал это книги были старинные со церковью славянского написано это а это значит все будет по-другому и мы тогда научимся ценить то что было сегодня как мы здесь встречались как мы молились единодушно прославляли Бога будет полный запрет антихрист придет все религии будут истреблены все он провозносит себя Богом сядет как Бог мы к этому идем поэтому на сегодня даже придете кто из ваших не пришел им расскажите какая благость слышите Слово Божие когда я говорю скажут а то ли там так написано я бы не предупредил он не знает что считать только показал закладку на 100% точное произношение он умеет считать и знает как молитесь чтобы ошибок не было Салом 39.12 Давид неоднократно обращается к Богу чтобы не заглохло то что я делаю было постоянно непрерывно не удерживай Господи щедро Твоих от меня милость Твоя и истина Твоя да охраняй от меня не пристану Господи как было тогда а сейчас что-то по-другому верни мне это все не отчаивайтесь даже когда было тогда лучше как чем сегодня вас слаб за то и Господи а я ожидаю прежде Твоей милости о чем мы сейчас считаем 39.17 да радуются и веселятся Тобой все ищущие Тебя любящее спасение Твое да говорят непрестанно велик Господь научитесь это говорить как приветствовать велик Господь а вот такое велик Господь а если случилось непоправимое велик Господь это Давид просит мы это считаем молитва велик он знает перед ним проходит то что нет и 138 Псалом считайте зародыш мой видели отщи Твои в Твоей книге Господи записаны все дни мои когда ни одного еще не было Яков Яков еще в утробе у матери Сесару и Бог говорит Якова я возлюбил а Исава возненавидел Господь да где же справедливость иди тебе судить Бог знает какой он будет он первородство продаст защищи личную похлебку в утрове уже у Бога до одного дня записано что мы сегодня будем говорить будем радоваться благословлять Бога и в сердце своем сохраним эту радость общения притча Соломона 27.15 посмотрим я тут не беру стола 17 в Солом 109-117 стихи притча 27.15 непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равны вот куда применили копель капает капает марморость идет это сварливая жена одинаково ничего не сделать в женах он разбирался у него было 300 жен и 700 наложенностей и он говорит я искал праведный среди мужчин а одного нашел на тысячу среди женщин ни одной это нам кажется ну одинаково не одинаково а почему жена не может учить мужа она на один раз научила уже ну это давно при чем тут Ева вот Зачислава тоже отвечать придется а он кто сержант а она до генерала заслужилась и она должна ему счастье отдавать почему жене учить не позволяя не властвовать над мужем но быть безмолвии это усыновление Ева согрешила и водами все умирают за то что она послушала дьявола она признала его более достойным доверия чем Бога неверующий Бога представляет его лживым он обманул сказал умрете а мы живые не умерли умерли больше ста миллиардов уже умерло вы для себя эту цифру просто запомните вот сегодня вот сегодня в твой сад залезут ну что ты скажешь ну да ладно больше ну это сто миллиардов у Бога другие счеты у Бога все по-другому говорят а если были другие галактики хватило бы жертвы Господней миллиарды галактик Господь бы освободил он умер за всех за все творение у Бога другой счет Исайя 51-13 и забываешь Господа Творца своего распростершего небеса и основавшего землю и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя как бы он готов был истреблять истребить но где ярость притеснителя видите как у Господа все это и когда вспоминает пророки Господи ты непрестанно блюдешь над человеком и днем и ночью да будет милость не отнята понимая не просто несчастный случай там сосед тебе что-то подбросил нехорошее нет от Бога это предузданно было мы слишком живем здесь так расслабленно мы не видим другого как бы тот который по-другому даже который рядом а как вы знаете так вы говорите об этом а у него такое а ты молился о нем один вопрос о нем так он не наш ах вот в чем дело а мы молимся непрестанно о соседях которые сегодня помогают нашему брату каждый день о его жене молимся это люди которые не наши и которые нам столько раз помогали напиши себе на бумагу за последний год сколько людей новых которых свет из твоих уст осиял их кому ты Евангелие дал кому сказал итоги надо подводить святые не боялись чтобы гроб сделали он стоит каждый день напоминает это очень хорошо серахов говорит помни последний день вовек не согрешишь деяние 20 глава 31 стих это Павел прощается собрал верующих священников епископов и говорит из вас останут лютые волки просто которые против это волки коммунисты там фашисты волки священство которое будет вас знать лютые волки и будут говорить превратно чтобы только за собой ублечь не знаю кому как я постоянно с этим встречаюсь проходит короткое время а я не знал ну не знал но ты должен знать в алтаре поднимал руки почему Бог тебе не открыл все одна ложь стоит даже ни одного слова правды нет ну нарушен надумает человек сказал там был то сделал украл не было этого и считаю деяние 20-31 посему бодрствуйте памятуя что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами мучил каждого из вас не просто сказал а каждого из вас непрестанно а сегодня священник вот служит я говорю сколько лиц уже 15 а почему проповедь не говоришь так у нас литургия это проповедь нет Богу нужна десятина я уже им сказал если два часа идет служение два проповедь это друг для друга а молимся как для Бога Богу десятина десятое час этого Богу больше не надо было бы сделали так 99% Бога те люди если умирающий не причастить священник там что-то задержался могут сам одержить а то что он не проповедует и от него тысячи мертвецов умерли непримиренно с Богом никто даже не вспоминает у нас тяжелейшее состояние и это уже начинает понимать не один священник архиерея об этом говорят вплотную вы знаете тут какая перетрубация перестановка по внешним связям был Алфеев митрополит Иларион и его сняли там Бухарест где-то теперь будет а должность он и такие самый первый заместитель патриарха был говорят вот он дал ему пинка нет и все говорят что именно он нет это милость Божия а почему давайте мы посмотрим что этот митрополит последнее время делал я говорю об Алфееве он составил несколько фильмов документальных апостол Павел апостол Петр ты без тебя смотреть не можешь он туда ездил снимали я советую посмотреть и поэтому Бог до этого это все было он возвеличил его наоборот я вижу в этом милость Божия к нему как-то молитва за него я просто делюсь опытом помнишь не помнишь сейчас прямо все время он в молитве вот дает очков там человек и попросить я начал молиться не скрываю Осипа молитва вообще не идет Дворкин там а другой там Невзоров там ну безбожник молитва непрестанно идет и вдруг его боится домой приехать что-то сказал не так ему 15 лет и домой уже не возвращаются все артисты как Шуга пошли туда это люди это люди и хорошие но они не знают пути Господня вот здесь несчастье будет такое не надо рассуждать ты доверишься мы побыли видите как у нас шатры не ставят евреи встречали этот праздник как листья у нас трава но она напоминает зелень это прекрасно за каждую икону поместили память но если ты не знаешь ничего какая память кроме того что лишнее уборщицы труд такой дальше 1 Коринфянам 1.4 непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией дарованной вам во Христе Иисусе непрестанно я говорю вот мы боремся когда и говорят это вы все помните ну сразу упоминаем примерно 77 человек на память святых это 100 поклонов в это время делается ну а как по группам вот приезжают которые вот приехали 2-3 человека все еще приедут люди будем работать вы нас помолитесь потому что звери нам сильно много навредили 3 пруда все прокопали я стал говорить батюшки он говорит соседи деревни съезжал тебе нельзя не убить ничего не сделать вот такие вот норды все разворотили а мы молимся и что Бог как-то сделает уже мысль такая есть и брат нам помогает и будет все маленько по-другому эфесянам 1-16 тут еще 7-35 7-20 непрестанно благодарю за вас Бога вспоминая о вас в молитвах моих вот непрестанно благодарю в молитвах если каждый день молишься мы вас всех помним все ваши имена мы ежедневно поминаем ну небольшое тут общество которое молится с кем мы молились когда мы это наша обязанность вы заняты у вас труд у нас меньше этого всего намного но у нас остается время чтобы с вами поучаствовать в вашем деле и вы будете очень бдительны к этому чтобы седышком не увлечься даже в конце богослужения придет человек этот дом уже не попадает под проклятие Мироза хоть один человек придите чтобы видно было что мы не зазираем данный день субботы который указывает на воскресенье когда Бог под покой евреям 3-10 13-15 уже не будет посему я вознегодовал на онный рот и сказал непрестанно заблуждаются сердцем не познали они путей моих это Господь говорит непрестанно заблуждаются и Господь говорит смотрите ты оставил меня говорит Господь говорит я же не слышал а вот написан это голос Божий помолите чтобы завтра эту тему раскрыл поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя я устал миловать до этого был епископ священник и все прошли мимо вот этот митрополит он сразу подошел и видно что для него это было а солнце выжило не видно что иеремия там 15-6 а откуда а откуда это я тут насколько мог дотянулся так криво написал и в Господь по прежнему у нас очень хорошее отношение с местным митрополитом я прошу помнить это он для нас не просто митрополит а как отец родной вот мы с ним беседовали он позвонил мне я пришел на беседу ролик называется миндальная повесть я говорю а он секретарь кто еще собрались и молчок я говорю один час пять минут я говорю ну вы то хоть что-то скажите он только одно и сказал одновые слова назвал меня по имени не умолкайте это это дива Господня человек откуда-то приехал и столько в нем вот этого понимания и которые были гонители все замолкну у нас никого сейчас нету ни одного слова нету которые к нему подчиняются то есть его в молитвах постоянно поминаете вы знаете у нас митрополит теперь поминаем мы сразу Марк с которым батюшка знакомый и единожды встречался вместо того который умер в Ларион Богу нашему слава во веки веков аминь